Домашние животные в Древнем Египте Сельское хозяйство и домашние животные появились 6000 лет назад Археологи обнаружили останки крупного рогатого скота, ослов, свиней и собак Считается, что с персидским вторжением в Египет попали верблюды В Древнем Египте очень ценили домашних животных Они присутствуют на многих изображениях, в том числе вместе с детьми Продолжение следует... Одно из самых почитаемых животных, кошка, была одомашнена только в период Среднего Царства Убивая змеи и грызунов, кошки постоянно жили бок о бок с египтянами Но только в период Среднего Царства они стали домашними животными У принца Тутмоса, сына Аминхотепа III, была кошка Тамиу, которую похоронили в отдельном саркофаге Самые ранние упоминания собаки датируются пятым тысячелетиям до нашей эры Эти животные были также распространены, поскольку помогали в охоте и охраняли стада Собак связывали с Анубисом, богом с головой шакала Приручали и других животных, например, павианов и даже соколов Домашних любимцев мумифицировали и хоронили так же, как любого члена семьи Древние египты Египетская медицина На мумиях видны следы медицинского вмешательства У египтян были учебники медицины с описанием болезней и способами их лечения Папирус Эдвина Смита – древнейший труд по хирургии Это один из первых документов, отмечающих, что мозг человека отвечает за когнитивные функции В тексте описаны параличи и нарушения зрения из-за травмы черепа Для анестезии использовали обработанный уксусом рамор Другой подобный документ, медицинский папирус Эберса, имеет 20 метров в длину и 30 сантиметров в ширину Он описывает лечение 48 случаев и содержит 877 параграфов о разных болезнях Кроме точных научных описаний, в папирусе приведено более 700 магических формул и заклинаний для изгнания демонов болезни Это показывает, что в картине мира египтян религия и наука гармонично сочетались Лечением больных и составлением лекарств занимались врачи и жрецы В деревнях обычно были знахари, совмещавшие врачевание с какой-нибудь другой профессией Средство от слепоты делалось из меда, охры и сурьмы Считалось, что мед побеждает хворь, что по сути верно, это природный антисептик А охра снимает опухоль Но медицинских знаний не всегда хватало Рамзес II умер от инфекции в воспалившемся зубе Мода древнего Египта Жизнь в древнем Египте сильно отличалась от того, к чему мы привыкли Но многие вещи, на удивление, почти не изменились Изучая то, как жили простые люди тысячи лет назад, мы можем воочию убедиться в преемственности времен Ювелирные украшения любили египтяне всех социальных классов Серьги и кольца носили как женщины, так и мужчины Количество и стоимость украшений зависели от статуса владельца Простые люди носили жемчуг и кожаные браслеты Часто использовались яркая керамика и стеклянная паста Украшения для элиты делались из золота, серебра и драгоценных камней Никогда не тускнеющее золото считалось священным, как плоть богов Египтяне любили широкие ожерелья Узоры из бусин изображали животных и цветы А звон бусин услаждал слух богов Росписи на стенах гробниц дают нам представление о том, как менялась мода в древнем Египте Египтяне ценили красоту Они ухаживали за собой, следили за модой, делали прически и носили украшения Ткань для одежды древние египтяне делали в основном из разных видов льна Обычно куски белой ткани оборачивали вокруг тела и завязывали на поясе Но иногда одежду шили Богатые мужчины носили туники и платья Бедные – набедренные повязки Женщины носили длинные платья Их качество зависело от социального статуса Обычно египтяне ходили басынь Но иногда надевали сандалии из кожи или папируса Важной частью обихода была косметика В том числе средства для придания телу и дыханию приятного запаха Мужчины и женщины пользовались косметическими средствами Для увлажнения кожи, защиты от солнца и просто для красоты Губы и щеки чаще всего красили красной охрой Природной краской из глины Хной красили ногти, губы и волосы Богатые женщины любили красить хной ступни и ладони Считалось, что сурьма обладает волшебными силами Черной сурьмой подводили глаза для защиты от солнца и мелкой пыли Которая поднималась во время разлива Нила Зеленую сурьму из молотого малахита использовали во время ритуала Женщины и девушки носили длинные волосы У богатых были резные гребни и шпильки Мужчины редко носили волосы ниже плеч В раннем царстве они обычно брились Эту моду ввела элита и подхватила простое население Став фараоном, царица Хадшипсут надела накладную бороду Многие носили парики, скрывая седину или лысину К голове парик прикрепляли пчелиным воском Дорогие царские парики делались из человеческих волос Более дешевые делали из льна, шерсти и меха Маленьким детям обычно брили голову Девочкам оставляли несколько прядей А мальчикам косичку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok